Построить собственный дом, причем потратиться только на материалы и ни копейки не отдать за землю. Участок, что звучит просто фантастически, получить в подарок. На майской сессии Верховного Совета депутаты приняли поправки в законодательство республики. Теперь молодежь Хакасии может получить земельный участок абсолютно бесплатно. Можете ли вы рассчитывать на столь щедрую льготу? Расскажем прямо сейчас. В Хакасии бесплатно предоставляют землю под строительство еще с 2003 года, когда был принят соответствующий закон. Сегодня правительство и парламент расширили список претендентов на льготу. Теперь рассчитывать на бесплатные сотки могут все молодые семьи, при условии возраста супругов до 35 лет включительно. И хотя бы один из них прожил в Хакасии не менее 10 лет. Причем жили все это время в съемной квартире или же имели собственную, значение не имеет. Разработчики поправок учли и другую проблему. Во многих муниципалитетах не хватает молодых специалистов. У нас ведется учет, каких специалистов в том или ином районе необходимо. Может учителей, может специалистов здравоохранения или сельского хозяйства. И от этого определяется приоритетность предоставления этих земельных участков. Теперь города и районы могут предложить молодежи земельные участки, предварительно согласовав с правительством республики. Все затраты на проведение инфраструктуры неосвоенным еще участком берет на себя правительство. По предварительным оценкам, только в первые пять лет придется вложить 7 миллиардов рублей. Новые поправки решат сразу две проблемы. Муниципальное образование получат молодых специалистов, а те, в свою очередь, гарантированно землю под строительство. Правительство Хакасии в такой сделке более чем заинтересовано. Ведь бороться есть за кого. По официальным данным, в Хакасии доля населения от 18 до 35 лет треть от всей численности региона. Если же говорить об экономически активном, трудоспособном, то и вовсе половина. Смысл программы заключается в том, чтобы закрепить молодых людей на территории республики Хакасия. Это двуединная задача. Во-первых, это решение демографической проблемы республики Хакасия. Во-вторых, это решение проблемы трудового потенциала. Трудовой потенциал должен быть а – молодым, б – профессиональным. Поправки оговаривают еще ряд моментов. К примеру, размер земельных участков. Молодые люди из городов могут рассчитывать на 10-15 соток. В селе цифра выше – 15-20. Кроме того, чтобы не вышло так, что семья получает участок, а затем перепродает его, и в результате вновь остается без жилья, регион требует гарантию. Землю выдают в аренду на 30 лет. Арендная плата будет равна земельному налогу. То есть это минимальная арендная плата, равная земельному налогу. Как только молодой человек или молодая семья построит дом, так сразу же земля будет передаваться в собственность этой семье или этому специалисту. Оформить весь пакет документов поможет созданный при Министерстве экономики Хакасии фонд «Молодежный центр стратегических инициатив и проектов». Мы, в общем-то, оказываем консультационную поддержку молодым людям. Мы и информируем, консультируем по поводу подготовки этих документов, по поводу того, куда нужно и можно обратиться. К нам идут не только звонки, но идут и люди. Идут не только из Абакана, приезжают и из районов Хакасии консультироваться. Тема очень популярная, она волнует не только саму молодежь, приходят и родители, и бабушки. То есть это тема волнительная абсолютно для всех. С тех пор, как приняли закон, прошло чуть больше недели, однако наплыв посетителей огромный. Поправить свое жилищное положение, да еще таким привлекательным способом, для многих семей сегодня порой единственное решение. Список необходимых документов станет известен, как только примут регламент, по какой схеме оформлять и ставить на очередь всех желающих. Известны лишь документы будут принимать по прописке, где конкретно можно будет узнать в местной администрации. Или же проконсультироваться в фонде Молодежный центр стратегических инициатив и проектов по адресу город Абакан, Дружбы народов, 2А. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова